Художнику, дизайнеру, педагогу и фотографу Елене Тепляковой в январские дни прошлого года пришла в голову мысль разработать раскраску с видами любимого кунгура. Получилось интересное издание, подходящее для начинающих живописцев и краеведов. В книжку художница включила изображение всех городских храмов. Это наш родной город, это наша родная история. И ребенок когда-то все раскрашивает, он становится участником творения, сотворения этой истории. Когда Елена трудилась на точной передаче элементов архитектуры, ее соавтор Тамара Седова доводила композицию до логического завершения. Мы придумали деревья, допустим, и кусты, и храмы. Можно не только летние пейзажи писать, но можем, допустим, даже осенние пейзажи, весенние, зимние даже. Ноу-хау Елены Тепляковой быстро полюбилась горожанам. Альбомы стали спрашивать в книжных магазинах и киосках. Раскрасочное дело оказалось малозатратным, а потому возникли мысли о выпуске следующей тематической подборки. То есть, если это все продавать, распространять, то лучше бы распространять сразу серией. И решили сделать еще одну раскраску, которая посвящена нашим кунгурским воздушным шарикам. Так появилось второе издание с изображением тепловых аэростатов. Точной копией тех, что ежегодно прилетают в Кунгур на небесную ярмарку. Здесь и желтая подводная лодка «Льва Маврина» из Рязани, и аэростат «Пермский край» пилота Игоря Старкова из Перми. И хочется, конечно, чтобы, допустим, раскрашивали не только дети, но и взрослые. По опросу покупателей, действительно, к раскрашиванию картинок охотно подключаются и взрослые. В год распространяется по тысяче экземпляров каждого из альбомов. Кто издает? Художественный музей? А, художник, смотри. В наступившие январские дни Елена Теплякова разрабатывает новые раскраски о гротах ледяной пещеры и старинных улицах Кунгура. А почему подобные идеи возникают именно зимой, наверное, объяснимо. Когда мир вокруг холодный и черно-белый, так и хочется сделать его немного теплым и цветным. Юлия Долгова, Михаил Осейчик, Пермский край. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова